Теоретически мы можем провести испытания нового аттракциона, а что в нём такого особенного? Сами духи и потусторонние силы принимали участие в разработке. Так, это интересненько. И насколько он опасен по десятибалльной шкале? 666 баллов? Супер! Без проблем! Как он называется? Лабиринт суеверия. Значит так, бестолочи. Ваша задача пройти весь лабиринт. Все основные суеверия выучили. Отлично, заходим. Пошли, пошли, пошли. Быть суеверным и верить в предметы это не одно и то же. Например, предметы, связанные с поведением насекомых и птиц перед дождём, основаны на долголетних наблюдениях и имеют научное обоснование. А вот суеверия это домыслы и предрассудки. Говорят, что если упал нож на пол, то придёт мужчина, а если вилка, то женщина. Вот такое спрогнозировать невозможно. Тут только верить. Зашли? Молодцы, что тут? Числа и оружие. Но у кого какие суеверия сразу вспоминаются? Сколько вас? Раз, два, три, четыре, пять, 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 тринадцать. Вы чё, дебилы? Это же не счастливое число. А над дверями четыре и девять. Что в сумме тоже тринадцать. А-а-а. И куча разного оружия. Ну-ка постойте, я проверю. Число тринадцать боятся многие, поэтому в очень большом количестве отелях, самолётах и кораблях отсутствуют тринадцатые этажи, тринадцатые каюты и тринадцатые ряды. Многие производители не используют порядковый номер тринадцать. Так, например, после боевого истребителя F-12 идёт сразу F-14. А в автогонках и спорте многим не хочется быть под номером тринадцать. Число девять боятся в Японии, поскольку оно звучит на японском примерно так же, как слово «мучение» или «страдание». Число четыре боятся в Китае. Оно произносится почти так же, как и слово на китайском «смерть». В Китае во многих отелях нет четвёртого этажа. Поэтому сразу после третьего идёт пятый. Вау-вау-вау, хорош! Вы чё устроили? На что ты показываешь? Если на стене висит ружьё, оно должно выстрелить? Ну, во-первых, там есть оговорочка, к концу пьесы оно должно выстрелить. А во-вторых, это не суеверие. Без толчей. Но всё тут уже без вариантов, у вас осталось четверо. Идите в дверь под номером четыре. Чеховское ружьё – принцип драматургии, согласно которому в любой истории и произведении не должно быть ничего лишнего. Если зритель видит персонажа или какой-либо предмет, то он должен быть использован. Куда-куда, от кого бежим? Вот тварюга! Ну давайте-давайте, подожмите, подожмите, она сейчас пройдёт! Ну-ну-ну-ну-ну! Опоздали? Всё, давайте назад! О-о-о! Попадос! Говорят, не повезёт, если чёрный кот дорогу перейдёт. В среднем векове, когда на улицах было грязно и люди страдали от множества болезней, кошек боялись, потому что тело вели крыс и ели их. Самых нечисто плотных грызунов. Тем самым становились также раздольщиками всякой заразы. Прохожие, как могли, сторонились кошек, а некоторые даже убивали их батьками. Другая история возникновения приметы связана с тем, что с древних времён у многих народов чёрная кошка считалась воплощением ведьмы, переодетым дьяволом, чем-то мистическим и потусторонним. А вот шотландцы верят, что чёрный кот, зашедший в дом, подарит богатство и процветание. А у хозяюшки чёрного кота будет много поклонников. Также чёрных кошек любят моряки и их жёны, веря, что те принесут удачу к Лаудии. Ну ладно, а что делать, если кошка всё же перешла дорогу? Если кошка бежала слева направо, то это к удаче. Ага, а если наоборот? Возьмите прутик, разломите его на две части и... Так, ладно, это не наш вариант, прутика всё равно нет. Пройдите с молитвами. Ага, вы какие-нибудь молитвы знаете? Значит, тоже не поможет. Повернитесь спиной, пройдите часть пути спиной вперёд. О, давайте пошли. Ну вот, и всё, делов-то. А почему вас трое? Вас же четверо было. Наверное, надо было ещё пальцы в руках скрестить. Ладно, всё, пофиг, пошли дальше. Говорят, если утром увидел женщину с пустыми вёдрами, то никакие дела не будут завершены. Другими словами, весь день пройдёт пустую. В лохматые времена в доме с водой был дефицит. Поэтому женщине каждое утро приходилось ходить далеко за село, на колодец. Бывало, что один колодец был на несколько поселений. У колодца дамы не только набирали воду, но и обсуждали последние новости. Если женщина возвращается с пустыми вёдрами, то значит ничего хорошего она там не услышала. Или колодец пересох. Или женщина узнала что-то. Например, о своём муже. Отчего даже не стал набирать воду. По другой версии, женщина с пустыми вёдрами заберёт вашу энергию, удачу и успех и положит их к себе вёдра. Чё нос воротите? О-о-о, фекалии, какашки. По виду вам не пройти мимо них. Да. Ладно, у меня идея. Так как вас трое... А, уже двое. Ну ладно. Один садится на другого, чтобы остаться чистым. Ну а другому придётся вляпаться. Посмотрим, что будет. Во Франции считается, что если ты вляпался в какахи левой ногой, то это к счастью. А вот если правой... Блин, засада, дурдой знак. О-о-о, ё-моё. И кто из вас кого нёс? Подскользнулся? Да. Но вот проваляться в фекалиях я ничего не знаю. Тут может и прокатит на нейтралочке. Что тут дальше? Стол и бокалы. И судя по виду, в них разная жидкость. А по подсказке нужно сделать цынь. В Германии существует поверье, что если кто-то в компании поддержит тот с бокалом простой воды, то он желает всем присутствующим смерть. Хороший повод споить дружбана или подругу, да? Так. А ты пьёшь водичку, как я понимаю. Не, ну правильно здоровее будешь. Ну всё, давай, вроде уже выход. А, стой, подожди. Стул видишь? Вот на нём нужно посидеть, точно. Присесть на дорожку примета, пришедшая из языческой Руси. В каждом доме есть домовой. Ну, это все знают. Присесть на дорожку значило спросить у домового разрешения, можно ли поехать путешествовать, чтобы он потом не потерял вас и не нервничал, проклиная и навлекая разные беды. Хотя, скорее всего, это придумано для того, чтобы в суматохе сборов можно было передохнуть и ещё раз вспомнить. Всё ли взяли? Или чего вдруг забыли? Ну всё, вставай, выходи. Чё-то там темно как-то для выхода. Давай, не сырь, вперёд. Ой-ой-ой-ой, только не левой ногой через порог. Ну что ж, аттракцион ваша работает, всё отлично. Нет, живых никто не остался, всё как по китайскому суеверию, с цифрой 4 над входом. С цифрами это всё в раке? А что он тогда означало? Ничего, просто цифра. Ну не знаю, не знаю, как показывает практика, ничего просто так люди не придумывают. Хотите, я отправлю ещё группу расходников в другую дверь, посмотрим, что будет. Вы не против? Вот это разговор. Вы тогда подписывайтесь и черкните мне, намекните, какие-то могут быть суеверия.